Давайте определимся, что любая болезнь – это программа разрушения целостности, которую в нас заложили. Поэтому, когда сейчас в коллективном сознании укоренилась идея, ну, нужно сказать, что это еще библейская идея, что все заболевания – это просто информационный мусор, многие люди стали ориентироваться на ментальной технологии исцеления. Наша звездная система размыкается, и мы соединяемся с семьей света. Размыкается гелиосфера, и в наш мир начинает вливаться новая энергия обновления. Приняв вертикальный космический поток, Солнце начинает распространять его горизонтально. Проявление реальности либо как частицы, либо как волны – взаимысключение. А сейчас время синтеза, когда душа начинает жить безоценочно, проживая свой наработанный опыт как духовную основу всех явленных форм жизни. Мистическая реальность более максимальна по отношению к физической, но без материальной реальности она не полна. Как монады, то есть начало жизни, мы можем быть где угодно, даже в других созвездиях и мирах. Но как люди мы заякорены на земле, потому что душа состоит из бессмертного сверхличностного духа и природного личностного начала. В глубине любой маленькой клетки кипит жизнь, а жизнь – это и есть отец жизни, создатель мира и миров. Ведь Бог вечен, а в вечности никакие смерти не могут угрожать. Объединение энергии души и идеи разума – вы учитесь создавать мысли-формы, которые впоследствии создадут ваше будущее. Дух собирает опыт в виде мысли-формы, а душа, как источник энергии и информации, воплощает намысленные в реальность полноты. Реальность – это обобщенная картинка духовных и материальных начал, то есть тех ресурсов, которые выделены человеку на процесс жизни. И она нарастает по мере духовного роста человека. Ведь только человек живет одновременно и здесь, и там. Вот духи и стоят в очереди, чтобы идти сюда, на землю. Обоживание материи – процесс сложный, потому что есть диссонанс между тем, как люди хотят жить, и тем, что духовный мир им предлагает. Святой Дух – это состояние, а не действующее лицо. Святой Дух – это поле двух сгармонизированных начал – души и духа. Мать природа дает душу и как ее следствие тело, а отец дает дух как вектор божественного развития. Энергия души и идея разума ведут человека к объединительному состоянию богочеловечности. Дух – структура полевая. Он выражает собой те, либо иные состояния и модификации всеобщего поля. Душа тоже имеет уровень духовного состояния, то есть она всегда сопричастна к духовному вибрации. А наши материальные чувства замыкаются на сознание и совершенно не опасны для тонких миров. Если достигается когерентность поля и сознания, когерентность от согласованности, наступает обновление, потому что любую форму делает содержательный именно дух. Через дух Отец передает в любую форму себя, то есть суть. Суть любой формы – замысел Бога, и в нем он проявляет себя. Замысел человека – его внутреннее содержание, то есть тот же Бог. Человек имеет полномочия стать Богом. Дух имеет амбиции этого достичь. Осознание имеет инструменты управления материальными процессами физической реальности. Это, по сути, три совмещенные реальности – биологическая, духовная и интеллектуальная. И в этой общей работе каждый из участников должен вынести свой личный вклад в общее дело. Среда обитания на основе любви обязательно приведет нас к жизни вечной, то есть к Отцу. Пространство любви – это и есть среда созидания, где происходит перестройка нашей прежней биологической оболочки. В этом пространстве душа начинает работать на новых творческих частотах разума, бета-ритмах. Любую смерть Бог преобразует в жизнь. Зло, в конце концов, всегда преобразуется в добро. Но надо захотеть. Ведь камертон не настраивает инструмент. Он только предлагает настройку. Божественное сознание начинается с настройки на божественный порядок, который преодолевает массу заблуждений. Масса – это мера инертной материи, которую необходимо активизировать. И в этом нам всегда помогает Отец. Он сам разделил себя на личностные начала людей и эталоны, при этом оставаясь началом начала, то есть потенциалом той энергии, которой найдено применение. Из этого следует не надо Бога искать недалеко. Он же в нас. Личностное начало человека всегда сопряжено с божественной идеей развития. Субтитры создавал DimaTorzok